Слава тебе! Всем доброе утро! Благодарю всех за молитву! Слава Христа! Игнатий Типкночьев, доброе утро! Доброе утро! Пожалуйста, братья, задавайте вопросы, если какие есть. Игнатий Типович, мир вам, Александр. Слушаю, Александр. Да вот я читаю, там вот Саул пал на меч, то есть он попросил, чтобы его убили, он пал на меч и умер. А потом приходит к Давиду и говорит слуга, что я его, мол, копьем поразил. Вот как там, что-то непонятно мне было. Ну какое место? Просчитайте. Сейчас мне раскрывать. Это я вчера сною читал его. В царствах, по-моему. В царствах, где Саул погибает, в своем случае он там просит слугу, чтобы он его убил, он не может, он берет, падает на меч. Слуга тоже падает на меч. Потом к Давиду приходит слуга и говорит, что я убил его копьем. То есть вот такие, я всегда думаю, как так. Понятно, понятно. Речь идет о Сауле. И что? Как он мог? Он к помазанику прикоснулся, и поэтому Давид немедленно приказал обезглавить его. Тут надо готовый принимать и понимать, что Давид не был мстительным мертвецам. Он от него убегал, да. Но тот ушел теперь уже. И он рассматривает его как прежнего, которого Самуил помазал. Тут все понятно. Нет, понятно. Я не об этом хотел спросить. А что? Там в одном месте Саул просит, чтобы его убили. Тот отказывается убивать, он падает сам на меч. А потом к Давиду приходит слуга и говорит, что вот я его поразил. Он меня поразил, я поразил. То есть как бы разнощение, что ли, что-то как-то непонятно. Да какое разнощение-то? Всему миру было известно, что Саул гонялся за ним. И он думает, если я ему скажу, что я его убил, он меня наградит. Что я того самого сильного врага уничтожил. Он просчитался на 100%. То есть соврал. Соврал. Вот попал в свое место, куда я отдавал. Он думал получить награду. Врага убил. Это не просто так. Кто-то пришел бы и сказал, я Гитлера убил. А сказал бы тому, который его любил. Он бы его сразу убил. Понятно. Все, слушай. Слава Христу. Так, слушаю дальше. Александр, там ведь смотрите, там же описывается, что сказал слуга. Там же не говорится, не автор Библии говорит, что вот он так сделал. Разнощения тут быть не может. Он сказал, что слуга сказал. Там передается. А, во-во, вот это мне как раз деталь теперь понятна. Все, спасибо, Иисус Бранк. Так, никого нет, отхожу. Во славу Божию. Спасибо. Спасибо.